Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, три, четыре, два, и раз, три, четыре, два, и раз, а наш тот пидорас. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, продолжаем с Алифейс, мы в логове сатаны, каком-то непонятном совершенно, да, оказались в конце прошлой серии. И сейчас будем бороздить просторы этого замечательного логова. Древняя книга в кожаной обложке с изображением козьей головы, текст написан на другом языке, а страницы пахнут гнилой плотью. У меня от этой книги сильное дежавю, что странно. Так, наверное, нам надо поговорить с этим, с нашим ботаном заднеприводным, да? Немного странно, что в подобном месте есть лампочки, должно быть, их установили позже. Но конкретно эта зеленая лампочка особо привлекает внимание, никогда раньше таких не видел. Как ее включить? Очередная загадка. Я не нашел выключатель, хоть и осмотрел все вокруг. Ха! Ха, это типа ну ты и лошара, блин, тоже мне умный стоит, в очках очки напялил. Он даже не нашел, он выключатель. Вот сейчас вот мы, получается, с нашей маской, да, должны вот искать. Мы с маской, мы не являем собой образ заднеприводного интеллектуала. Он должен был все обнаружить. Какого хрена? Вот и нафиг здесь все эти пики. И шагу, блин, не сделаешь, но не уколов палец. Обосраться как больно. Это все, что ты скажешь, да? Других от тебя каких-то умных реплик не будет? Так, смотрите, птица в кругу. Текст написан на другом языке, не могу прочесть. Некоторые страницы орошены кровью, а нижняя часть самой книги обожжена. Когда дотрагиваюсь до нее, начинает кружиться голова. Словно от нее исходит какая-то странная энергия. Ну, я не знаю, что у тебя там за... что там за энергия исходит. О, гляньте-ка! Вот это надо взять, по-любому. И вставить, наверное, вот сюда, я так понимаю, да? Нет, ни хрена. Древняя книга вкружена... Все не... Ах ты, блин! Раз, два, три. Так, все, вот теперь отпускаю. Возможно, возможно, надо вставлять эту лампочку на... Вот как она выглядит, подождите, давайте посмотрим. Вот здесь вот, видите, вот лампочка наверху, правильно? То есть вот на вот эту срань, по идее, надо ставить. То есть вот сюда? Ну-ка, попробуем, смотрите. Лампочка закры... Как это закрыть? Чему закрыть? Открыть! Открыть лампочка! Лампочка открыть и в это говно ввинтить. Давайте попробуем. Да я... подождите. Может, надо прочитать повнимательнее, что там пишут. Сделано из очень плотного стекла, которое странно пахнет. Ну и что мне теперь... Может, с книгой надо использовать? Ну давайте с книгой использовать что-нибудь. Лампочку нельзя. Ключи. А, а вы знаете что? Я же забыл, опять-таки. Я опять-таки забыл. Вот, нам же надо еще с этой шнягой ходить. Вот это забывать нельзя. Про геймбой, про его устройство потрясаешь. Идет, идет, туда, сюда, своими порванными коленками. Когда ж тебе уже папка-то зашьет, уже твои штанишки-то дырявые. Шо ж ты как бомжара-то все ходишь в салю? О! Так. А, о какие дела. Зацени, видел, что я сделал? Как интригующе. Судя по всему, эти зеленые лампочки часть какой-то системы. Когда их включают, их энергия передается в пол. Ко всему прочему, они, должно быть, поглощают ту же энергию, что излучает супер-гейр-бой. Так как ты смог запустить их с его помощью. Как думаешь, что это значит? Честно говоря, я не совсем уверен. С подобными технологиями я раньше не сталкивался. Да ты сталкивался столько, наверное, с технологиями анального секса, блин, со своим черным дружком. Ни хрена не знает. Но весьма вероятно, что эти предметы использовались для чего-то сверхъестественного. Возможно, даже для призвания красноглазого демона. Хорошо, что культа больше нет, как и самого демона. После того, как найдено эш, все равно лучше разбить здесь все к чертям. Найдем эш. После того, как найдем эш, лучше разбить все к чертям на всякий случай. На самом деле, я хотел бы подробнее изучить некоторые из этих предметов. Возможно, они окажутся чем-то полезным. Ну хорошо, я понял. А мне что делать-то? Ты изучить-то хотел. Ты у нас великий изучатель. Теоретик. А что должен делать практик вроде меня? Оба! Можно поставить! Эта лампочка сделана из очень плотного стекла, которая странно пахнет. Поставить эту срань! Эр! Давай, запускай! А, отлично! Чувак, те мелкие обелисковые хреновинки только что увеличились. Какие? Ты только глянь! Какие хреновинки? Какие там хреновинки увеличились? Я не понимаю. Да у тебя, скорее всего, хреновинка увеличилась, блин, от возбуждения. Ты крендель. А, вот эти что ли? Потянуть. Теперь сюда потянуть. Хорошо, давайте тянуть. Так. Смотрите, потянуть, еще потянуть. О! Идеально! Ни хрена себе, слушайте. Так это ж я... Это ж нормально, мне повезло. Я с первого раза еще вычислил нужную комбинацию, блин. Встали теперь сюда. И открываем решеточку. Ну, слава тебе, Господи, продвижение. Какое-то идет. Чувак! Ты что, до сердечного приступа меня довести хочешь? Я чуть в штаны не наложил от страха. Да ты все время накладываешь. Прости, я сумел на секунду приоткрыть врата, но рычаг не желает держаться на месте. Тот, можешь постоять на этой платформе? Мы с Ларей пойдем искать Эш, а ты позаботишься, чтобы нас не замуровал. Да, конечно могу. Да, только я надеюсь, что никакой симпатичный негретенок тут мимо не пройдет, а то эта козлина, блин, тут убежит, скорее всего. Готов? Нет, но Эш где-то там, так что погнали. Поосторожнее там, ребят, не хочу тут еще кого-то потерять. Так, окей, проходим. Прошли. Тут два прохода. Нам стоит разделиться. Я боялся, что ты это скажешь. А почему он такая шестерка? Я не понимаю, Ларе. Вот Салли всегда придумывает, что делать, а он всегда спрашивает у него разрешение. Это как? И почему со мной все время происходит такая бабуйня? Ох, неужели? Ну давайте поиграем за него тоже. Почему бы нет? Войти. Так, давайте войдем. Как тебе бабуйня, нормально? Три двери, как назло. А в каждой двери будет еще три двери, скорее всего. Ёпт, да это место просто лабиринт какой-то. Да вот прикинь. Это, кстати, плохо на самом деле. Я не чувствую себя уверенным, когда дело касается лабиринтов. Я сразу вспоминаю Дарк Соника, блин. И мне вообще от этого не весело, знаете. От одних только мыслей. Но будем надеяться, что может быть я наугад куда-нибудь выйду. Не знаю. Может тут так устроено, что тут наугад можно куда-нибудь пришкандыбать нашим унылым взглядом. Нашей унылой походкой. Нашим унылым всем, я бы сказал. Уважаемый Ларе. Так, окей. Вот какая-то дверь. Я никогда не понимаю, а что я искать-то должен вообще? Может надо все время нажимать? Вот может сюда? Здесь видите вот эти пики точеные. Садись давай, Ларе, прям на них. Примостись поудобнее. Не, ну правда, я как должен что-то сообразить. У него в инвентаре же есть ключ-карта, зажигалка, камень. Найти эш. Охренеть. Вот да, когда мне надо кого-то найти, я именно такой набор всегда с собой беру. Зажигалка, камень и ключ-карта. Зажигалка, чтобы светить в темноте, если надо кого-то найти. Ну, не знаю, ключ-карта, может быть, для того, чтобы открывать какие-то потайные двери. А камень, чтобы потом пульнуть ему в башку, я не знаю, этому человеку. То есть, зачем нам это все надо? Я не имею ни малейшего представления. Я наворачиваю тут круги, вот совершенно, по-моему, напрасные. Вот три люстры тут опять эти висят. Ой, какого лешего. Слушайте, у меня есть подозрение. Я заметил, что звук подозрения... Вот он, вот этот вот звук. Он появляется, когда к некоторым дверям подходишь. Смотрите-ка. Может, сейчас тоже будет? Пожалуйста. Пожалуйста, я тебя прошу. Да! Аллилуйя! Десять минут брожения туда-сюда с унылым хлебалом. И вот мы все-таки здесь. Так, что это? С этим можно что-то делать? Нет. Нет. Еще раз нет. Понятно. Значит, с этой штукой мы ничего делать не можем. Ну, давай. Дверь. Так, ну тут надо наступать. Это... А, понятно. Надо так наступить, чтобы все задействовалось, да? Ну, сейчас попробуем. Тихо. Стоп. Сюда вот, в самый край. Теперь отсюда. Так. Таким вот образом. Потом, смотрите... Блин. Да как я должен это проделать-то, в конце концов? Вот так вот. Я даже не могу обойти там сверху, снизу по оси Y, грубо говоря. Не могу перемещаться. Ну вот почти, видите? Вот почти сработало. Давайте вот как-то вот... Оп, 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 оп. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля. Ля-ля-ля. Ой, веселье. Ой, веселье, твою мать. Будем весело мы танцевать. Да. Получилось. Так. Хорошо. Каким-то хреном сработало. Я не могу сказать, что я как-то думал над этим. Я просто много наступал. И подобрал нужную последовательность. Да ну блин! Сали, крамсали, ты заманал. Мы уже этим занимались с Ларри уже. С Ларри, с тобой это не будет веселей. Тихо. Сразу звук пошел, гляньте, в первой же двери. Хорошо, теперь сюда. Теперь сюда, нормально. Нам нужно, короче, к нему же выйти. Я так думаю. Так, тут нету. Ну мы то же самое повторим. Мы то же самое повторим. В точности. Не, ничего не слышу. Идем дальше. Давай. О, сюда. И что? Сейчас не сработает, да? Вот это был бы отстой полный, конечно. Сюда. Да ты заманал, мы уже тут были, разве нет? Нам, правда, все похоже довольно. Ну-ка, вот сейчас. Да. Слышишь? А не срабатывает. Ни хрена. Может быть, в этот раз наоборот надо, не на звуки ориентироваться? Давайте не на звуки тогда. Я другого варианта не вижу. Ну просто они все шумят. Они реально... О, вот это не шумит, гляньте. Они реально все шум... Ну... Я все-таки выбрался в какой-то веке. Окей. Итак, что это за говно? Древняя книга с деревянной обложкой. В ней высечен черный круг, сделанный из другого вида дерева. Хрупкие страницы покрыты нарисованными символами. Я не могу их разобрать, но от них становится... Горько во рту? От нарисованных символов становится горько? Это странный какой-то тип. А, ну и опять, вы видите, стандартная схема. То есть тут тоже надо, по-видимому... Так, подождите. Еще какие-то ворота. Стоп, стоп, стоп. Во-первых, давайте достанем вот эту вот приблуду ссаную. Посмотрим внимательно, не будет ли тут какой-нибудь дохлой хозы, которая будет нам мекать. Куда нам становиться, что нам делать. А, кстати, между прочим, надо еще, знаете, что проверить, раз уж я здесь. Можем ли мы как-то использовать что-нибудь? Наверное, нет. Ну тогда хорошо, тогда давайте мы, наверное, попытаемся... Я неправильно сделал. Попытаемся. Давайте мы, наверное, попытаемся вот так. А, понятно, я не могу использовать инвентарь в таком положении. Ну окей, значит, открываем, клацаем вот это все. И замечательно, я очаровать. Раз, два. Так, три, четыре. Раз, два. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Два. И раз, три, четыре. Два, и раз. А наш тот пидорас. Я не знаю, мне прям что-то так тянет с него прикалываться Хотя я ничего против геев не имею, реально Но, блин, ну как Вот как вот не поугарать, а как не поугарать С кудрявого нашего очкарика Так, окей Так, так Ну, слушайте, у меня почти выходит Оно почти закрывается Вот это, кстати, вообще не отжимается, обратите внимание Там вот клавиша, она прям намертво прибитая Надо только вот с этими четырьмя Как-то возиться, да Так, сейчас, секунду, секунду Что ж такое, а чтобы я не делал Оно не срабатывает ни хрена Может быть, о Поднялось, а что оно поднялось, блин Оно не было поднято Совсем Так, подождите, еще раз Не поднималось, не опускалось, а потом все-таки взяло и поднялось Ну, насрать, вот видите, оно опять не поднимается Не опускается, только, наверное, если мы в самом конце Нажмем, да, вот на вот эту хрень Оно поднимется, видите Есть! Фух, подобрал Каким-то чудом подобрал Так, ну, значит, проходим Вот в эту дверку В какой-то веке мы продвигаемся дальше Что ж тут будет, а? Еще один охренительный лабиринт Здорово, Ларе О, ты вовремя Думаю, чтобы открыть врата, нам нужно одновременно потянуть эти рычаги Видимо, мы прошли по большому кругу Комната за вратами, самый центр этого места Это последняя комната Эш должна быть внутри Ну, это вообще спорный вопрос, на самом деле Я не знаю, откуда вы так уверены А? Что это за срань? Книжка? Ну-ка, давайте-ка Хм Думаю, это странная шестиугольная штуковина Из стола Миссис Пакертон Некий ключ О, смотрите, он даже ее сам вставляет Нам даже не надо Окей Ого Ну, давайте проходим Эш, блин, вот угораздило тебя упасть вообще Очень клево Пресвятые яйки Эш, ты там? Давай ее раскопаем Эш, тебе там как мягенько Еще один постамент для книг Но на нем ничего не лежит Да и срать Ну, это, конечно, уже означает, что нам надо на него что-то положить, наверное Давай кучу на него наложим Ларри, снимай штаны вперед Я не знаю, и книги какие-то еще Может еще книгу написать тут специально По такому случаю Делать мне нехто Здрасте Эш Эш, ты в порядке? Эш Она что? Она все еще дышит Давай, помоги мне ее поднять Ну, дышит и слава богу, конечно Это хорошо на самом деле А? Она очнулась Что происходит? Где мы? Видимо, кости были мягенькие Поэтому дышит до сих пор Ничего Ничего себе не расшибло Чувиха, ты свалилась в долбанный мусоропровод Я думал Мы тебя навсегда потеряли Я рад, что мы тебя нашли Ты в порядке? А кажется, да Просто в голове туман И тело болит Но хоть кости не сломаны По крайней мере, мои Эй, блин Эш, не поверишь Через что мы прошли Чтоб тебя найти? Все благодаря Салли У него случилось очередное видение А потом мы нашли старую дверь в подвал А потом спустились по длинной жуткой лестнице А потом нашли долбанутый культийский храм И че это вообще, блин, было? Я не знаю А потом наткнулись на кучу загадок Ловушек и лабиринтов А потом тот Тот отвлекся на негритенка, наверное, все-таки Потому что где он? Я не понимаю Тот держит для нас открытыми главные врата Нужно к нему вернуться Ох, как сложно это все переварить Поверить не могу, что нечто подобное Находится прямо под апартаментами Спасибо, что пришли за мной Не знаю, что бы я без вас делала А то да уже, наверное, порешили там вовсю Да уже Математичка с ним развлекается И режет ему яйки А не живой Так как мы поступим? Миссис Пакертон убила целую кучу людей А колбаса? Брррр Нельзя же На это просто забить Определенно нельзя Судя по тому, что вы рассказали мне О внутренних комнатах храма и квартире Миссис Пакертон Весьма вероятно, что и она Оказалась поглощена оккультизмом Хоть братство и распалось много лет назад Она могла просто наткнуться на эту дверь Как мы сами Или, возможно, она его последний выживший член И теперь пытается самостоятельно завершить их планы Какими бы они ни были Ты же и не думаешь, что она пытается возродить красноглазого демона? Надеюсь, что нет Но если это так, мы будем готовы Блин, мы должны ее остановить Желательно до того, как это произойдет Знаю, что идти в местные органы не вариант Возможно, стоит связаться с полицией штата или ФБР В этот раз наши родители хотя бы не смогут отрицать происходящее ФБР будет в восторге от кучи школьников Которые придут рассказывать, конечно Они помогут нам, когда мы покажем им Что находится под этим зданием и чем занималась Пакертон Ты же права, в этот раз стоит привлечь наших родителей А может, стоит просто ее убить? Что? Ну, миссис Пакертон, может, стоит просто ее убить? Она старая, так что ничего сложного Какой-то простой чувак Мы не можем просто взять и кого-то убить Ларри Тогда мы станем ничем не лучше нее Ну, как сказать, в этом-то случае, может быть, этот аргумент и не катит Хорош башкой своей трясти Нормально он идею предлагает Я бы сам ее зарубил Какие проблемы вообще? Добрый Декарт Обычно я бы имел возражение против причинения кому-то вреда Но в данном случае Ларри, возможно, прав Тот, Ларри, ребят, вы серьезно? Подумайте обо всех странных необъяснимых событиях Которые произошли в апартаментах Эдисона И вообще в Нокфелле Чем больше я об этом думаю Тем меньше мне кажется, что миссис Пакертон Работает в одиночку Наверняка и помогает тот со стороны Это объясняет, почему полиция скрыла подробности Убийств Чарли и семейства Холмс Неясно, как далеко расползлась эта гниль Проклятие Это ведь логично Сал, ты сегодня уже говорил о чем-то подобном Не знаю, возможно, в этот раз нам и правда придется справляться самим Возможно Знаете, самые серьезные проблемы обычных подростков Всякие мелочи вроде популярности и красивой прически Но у нас-то все иначе Нам, видимо, нужно волноваться о спасении мира Ну, повезло вам Повезло вам Я вас должен поздравить Вас очень интересные пошли, короче говоря Проблемы Прямо хмитные Замочить училку Превосходно Так что же произошло? Мы решили, что утро вечера мудренее Оно как раз уже почти наступило И все ужасно вымытылись А учительница? Что в итоге вы решили? Пошли в полицию? Нам не пришлось этого делать Как оказалось Тем самым вечером Пакертон попала в аварию по пути домой И она и второй водитель Погибли при столкновении И вы мне сейчас хотите сказать, что это не вы Маленькие сорванцы подстроили все это дело, да? О, как неудобно А, как удобно То есть Если не верите, можете сами поискать информацию На следующий день первую полосу газеты украшал зал головок Всеми любимой учительницы Нокфилл Хай убита пьяным водителем Ну конечно вы ничего не найдете о трупах в ее квартире Или о том, что она кормила учащихся человеческой плотью Это все скрыли Понятно Мне плевать, если вы мне не верите Это правда А вы обещали пустить в эфир полную историю Не переживайте, Салл, она выйдет полностью Я всегда держу свое слово А еще думаю, что зрителям будет очень интересно вас послушать Сейчас за вами все наблюдают Вы говорили о своей подруге Эшли с небывалой теплотой Я так понимаю, вы с ней были очень близки Вы даже считали ее одной из своих лучших друзей Как и Ларри Джонсона с Тоддом Моррисоном, верно? Да А это вы видели? Салли Фейс, убийца Суд сегодня А, убийца Салли Крам Салли Сегодня состоится суд по делу массового убийства В том числе всей его семьи Источники сообщают, что обвинитель Вызовет Эшли Кэмпбелл Для дачи показаний против Салли Крам Салли Кэмпбелл давняя подруга Салли Крам Салли Говорят, они были очень близки Когда учились в старших классах Так, ну я пытаюсь А, вот сюда вот надо класснуть Окей А это он плачет Ну, грустно, да Я согласен Как бы, когда тебя судят за такие вещи Это немножко грустно Потому что Ох, чувак, что с тобой будут делать в тюрьме Если не казнят Это, знаешь, Тодд просто отдыхает по уровню Протыкивает Ну, ладно, окей А что с Тоддом? Вы обещали рассказать мне про Тодда Ох, точно Конечно Вчера мы снимали сюжет про Моррисон Он до сих пор в больнице После того, что произошло той ночью Он все еще вне себя Не восприимчив Не разговаривает Так что мы не сумели с ним пообщаться И в основном Вели диалог с его доктором Мне жаль Сал Но Судя по всему Моррисон не идет на поправку На самом деле Его состояние Становится только хуже Говорят, что ущерб, который был нанесен ему той ночью Необратим О боже Он не отличает выдумку от реальности И только и хочет Что умереть Он, по-моему, похож немного на Певца Эда Ширана Только если бороду ему приделать Сейчас гитару ему дать Он сейчас захреначит Когда ему отказывают в смерти Он начинает вести себя Невероятно агрессивно Я должен ему помочь Я должен как-то ему помочь Даже доктора И квалифицированные специалисты Не смогли помочь Тоду Как же вы сумеете это сделать Я знаю правду Я знаю, что произошло На самом деле Я знаю, что не так с Тоддом А что с тобой не так, Тодд? Сейчас он заорет в камеру Или что? Скример будет? Я угадал, видите? Я думал, он заорет А он глазюками своими Ну, очень страшно, да Обосраться, Тодд Ты прям Ужас воплотил В него что-то типа вселилось, да? Продолжение следует А где ж твои очки И твой Шоколадный друг? Так, о Открытое достижение Сыт по горло Разработка Рисовка Музыкальное оформление Стив Гебри Знаете, что я вам скажу, ребята? У меня есть такое Смутное подозрение Что все, что нам заливает Салли На протяжении всех трех эпизодов Полная дичь И все это неправда Потому что Я вам должен сказать Что вот вы обратите внимание На то, как много Всего намешано Тут тебе и каннибалы Тут тебе и тайное масонское общество Как культистов каких-то Тут тебе и призраки Тут тебе и Жирный убийца Любитель паней То есть У него, знаете, как у Прям вот такого Прикольного писателя Богатый фантазин Как у Стивена Кинга У него истории Наслаиваются Одна на другую То есть Мистика переплетается Не знаю С обычными историями Про маньяков Культистов Так далее Скорее всего Все это Наглый трендеж Я так думаю Скорее всего Наш Салли Не такой уж и простой И он сам В общем-то Сумасшедший На всю голову Помешанный Отбитый И скорее всего Он всех поубивал Кого он там поубивал Я думаю так Я не знаю Правда это или нет Это только мое предположение Просто Ну, если это не так То как-то немного странно Получается Что все прям понавешано Но скорее всего Он псих Скорее всего Он поехавший псих И я так думаю Что Эшли Когда ее вызовут На обвинение Она много чего Интересного расскажет Но это будет уже Я не знаю В каком В пятом наверное Эпизоде Да, уже все К финалу подойдет Увидим Прав я или нет Может быть и не прав Ну и черт с ним Ну таково Мое предположение А пока на этом все Посмотрим немножко На упоротые Хлебала Ларри Это наверное После того Как он увидел Эту кучу мяса Да Посмотрим на это Посмотрим на высунутый Язык Эш На Тодда нашего Который размышляет Видимо где же он Сегодня будет развлекаться А ладно И посмотрим на Салли Который смотрит Невидимыми глазами Куда-то вперед И на этом закончим Если понравилось это видео Ставьте лайк Пишите комментарии Подписывайтесь на канал Жмите колокольчик Жмите поделиться Рассказывайте друзьям Вступайте в группу ВК Ссылка внизу в описании И все на этом Всем счастливо Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok